Проходите, присаживайтесь, садитесь поближе, будьте как дома. Мы в Доме Господнем. Аллилуйя. Очень много событий произошло во время нашего отъезда. Сегодня мы вернулись совсем недавно с острова Маафуши, это Мальдивские острова. Приятно осознавать то, что для нас стало это возможным, что Бог поднимает на такой уровень. И то, о чем раньше мы, может быть, даже не мечтали, сейчас это становится возможным, потому что мы верим во всемогущего Бога, что у нас очень богатый Папа, и Он может сверхъестественно благословить, если мы верны Ему, если мы действительно приносим какой-то плод. Моя супруга имела неосторожность помолиться и в нуждах попросить у Бога, Господь дай нам с мужем отдых на острове. В следующей своей мэй-Литве она даже написала на бумажке, какой остров на Мальдивах. И вот этим летом мы получили такой ответ, что позвонил мой хороший друг, который является довольно крупным бизнесменом здесь, в Болгарии. У него выкуплен остров на Мальдивах в аренду на 20 лет. И он говорит, хотели бы вы съездить вместе с нами на Мальдивы. И вы знаете, но я думаю, это ответ от Бога. И говорю, что раз приглашаешь, мы поедем. То есть мы решили, хотя у нас тогда не финансов, в принципе, мы психологически были не готовы. Но раз Бог вот так вот дает какие-то знаки, что приглашают, просто там на самом деле я говорю, все, Иван, хорошо, мы даем согласие, заказывайте билеты туда-обратно, там места арендуйте. Они сами на себя всю эту организационную часть взяли. И мы вылетели. Бог дал нам финансы таким тоже просто чудесным образом. И моя супруга сегодня будет делиться, как мы слетали. И я лишь расскажу, хотелось бы поделиться тем, что пока мы летали на этот остров, опять же, приятно осознавать, что мы летали не просто так, а мы летали туда на дайвинг. Я могу так сказать, что бедные люди на Мальдивы на дайвинг не летают. Это тоже приятно осознавать о том, что дайвинг – это вообще не для бедных людей. И я прошел следующий уровень, получил допуск до 30 метров. Видел там первый раз в жизни, вот так вплотную разговаривал с Наполеоном. Не подумайте, что я сошел с ума. Это есть такая рыба, большая Наполеон. Потом я на своей странице выложу видео. То есть я буквально снимал его так в упор. Огромная рыба, и глаз у него такой, знаете, огромный. Ну, как рыбаки говорят, рыбак, которому связали руки, говорит, у него был вот такой вот глаз. И действительно вот такой вот глаз. И, вы знаете, в этом глазу я увидел интеллект. То есть там был разум. То есть это не какая-то тупая рыба, а эта рыба, которая, может быть, живет уже больше 100 лет. И у нее есть мозги, и она там уже много чего видела. И она на меня так посмотрела, ну, просто как на что-то такое. Ну, вот общение какое-то было. И, вы знаете, до этого я сбриндил уже такое в голову, какая-то определенная такая блажь. Я прописал у себя даже в контактах о том, что моя мечта – это поплавать с китом. Ну, с китом я не поплавал, хотя рядом рассказывали о том, что другие дейвингисты, что здесь плавает китовая акула, и кто-то с ней успел поплавать, кто-то не успел. Там ее видели, там ее застали. Ну, думаю, что в следующий раз буду уже с китом плавать. А в этот раз с Наполеоном поплавал, видел много акул, видели скатов, тоже огромные скаты, видели самых различных мурен, там в том числе какая-то леопардовая мурена, очень красивая, конечно, и просто обилие какой-то всякой рыбы. Могу так сказать, что Мальдивы – это одно из самых красивейших таких мест на Земле. Это райское место, в котором круглый год лето. Например, мы были в январе, да, и атмосфера 28 градусов, вода 28 градусов. Ну, просто благодать какая-то. Для дейвинга это, конечно, самое лучшее место. И нам сказали, что после Мальдив вам уже больше некуда ехать, но единственное, что на Красном море можно поехать в Египет. И вы знаете, когда я туда ездил, мы отдыхали, мы восстанавливались, Бог давал нам какие-то откровения, и спасибо нашим друзьям, что они дали нам почитать книгу. Эта книга автор Кэролайн Лифф, она называется «Включите свои мозги». И вы знаете, на самом деле, просто это настолько потрясающая книга, я рекомендую, мы уже даже сделали заказ, и эти книги в количестве 20 штук придут к нам в Варну, я бы хотел их, ну, просто чтобы мы самые, ну, такие вот, кто действительно в этом заинтересован, чтобы это стала настольной книгой этого года, потому что эта книга настолько меня смотивировала проповедовать, потому что, можно так сказать, Кэролайн Лифф – это моя полная коллега, в том плане, что она когнитивный психотерапевт, она ученый, она спикер на очень многих научных и христианских конференциях, это глубоко верующий человек, который очень хорошо знает Священное Писание, и в этой книге она очень много цитирует. И ее основа – это то, что научные факты последнего времени полностью и целиком подтверждают то, что написано в Священном Писании. И вы знаете, ее научное открытие, я читал эту книгу, я глубоко понимал, все то, что здесь написано, я уже давно знаю, это в моем духе, это уже прописано, то есть периодически я об этом проповедую, периодически я об этом говорю, но на территории СНГ научная база в этом направлении, она вообще никак не развивалась, потому что на территории СНГ это материалистическая научная база, то есть ученые там, тем более доктора, никто не верит в Бога, в основном все атеисты, и поэтому в этом направлении даже никто не думает. В Америке, оказывается, очень мощно уже заложена научная база того, как работает наш мозг, как его запустить, ну мы все знаем о том, что у человека работает всего лишь где-то, среднестатистического человека работает всего лишь 4% мозга. Вот у самых выдающихся людей, ну там у Эйнштейна, например, ну там что-то где-то около 10%, остальные 90% они как будто бы спят. И вот как запустить вот этот потенциал, автор дает, в моем представлении, это мое было откровение, там это не написано в книге, в моем представлении автор дает приемы, способы, как соединить свой мозг с Божьим мозгом, можете себе представить? Как соединить свои эмоции и чувства с Божьими эмоциями, и она дает практические способы, можете себе представить? И при том, что это не просто какая-то голословность, уже все это научно подтверждено в Америке. Прошли какие-то испытания, была какая-то набрана экспериментальная группа, уже выявили какие-то результаты. Я хочу этой теме посвятить, может быть, даже несколько месяцев в этом году. Но какая цель? Какая цель? Эта книга практически, я думаю, Мария знает, что такое когнитивная психотерапия, это перенастройка. Перенастройка от обычного, светского или даже религиозного какого-то мышления, которое ни к чему, в принципе, к чему-то сильному, мощному не приводит. Просто мы живем как серые мышки. Эта книга, она приводит к тому, как стать каким-то, знаете, как минимум гениальным человеком, раскрыть свой потенциал, насколько это, ну, это уже от тебя зависит, насколько ты сможешь, конечно, раскрыть какой-то Божий потенциал, открыть свое предназначение, стать очень успешным человеком, то есть если ты вскрываешь свой потенциал, для тебя становится это нормой. Стать очень счастливым человеком и самое главное стать, на самом деле, духовно здоровой личностью. Вот у меня всегда была такая идея или мечта о том, что мы, христиане, должны представлять из себя какой-то пример для этого мира. То есть Иисус Христос нас называет соль. Он говорит, вы соль этого мира. То есть соль что делает? Она укрепляет, она сохраняет, она консервирует. То есть, ну, благодаря соли продукты не портятся. Благодаря церкви, благодаря верующим мы к этому призваны. Мы должны являть собой пример. То есть мы должны быть, мы призваны излучать здоровье. Мы не просто там излучать счастье, мы должны быть, мы призваны быть счастливыми, по-настоящему счастливыми людьми. Мы призваны быть, на самом деле, просто успешными, потому что Бог нам дал, Иисус говорит, дам вам жизнь. И какую жизнь? Жизнь с избытком. И вот, вы знаете, на самом деле, когда Бог мне открыл о том, что на территории Болгарии ты станешь миллионером, и вы знаете, я просто, вот когда вот это слово получил, я был ошеломлен, потому что, во-первых, для меня деньги, они не имели какой-то духовной ценности, я их как-то так, вы знаете, пренебрегал, я относился к ним с каким-то пренебрежением. И потом один человек мне сказал о том, что как ты относишься к деньгам? Я говорю, да никак. Ну, наверное, говорит, и он мне говорит, ну, может быть, поэтому у тебя их и нет. И вы знаете, для меня это стало таким толчком, потому что деньги – это то, как я к ним отношусь. То есть они могут стать духовными, они могут стать духовной ценностью. И я принял решение, что я сказал Богу, да, только открой мне, для чего? Для чего мне быть миллионером? Бог мне вкладывает в мое сердце мотивацию. Для чего быть миллионером? Для чего быть богатым человеком? Для того, чтобы приобретать друзей богатством неправедным. Это слова Иисуса Христа, я ничего не придумал. И вы знаете, на самом деле, потом следующая мотивация – не для себя приобретать, приобретать друзей для Иисуса Христа, для Царства Божия. Царствие Божие, мы в Бургасе столкнулись со свидетелями Вегова, был такой интересный разговор, они задавали нам вопросы, это с Андреем Пустошиловым, он был свидетелем. И они говорят, что есть в Царстве Божие, что есть в Царстве Отца? Ну и потом, когда они поняли, что ребята тут сидят такие непростые, подкованные, они как-то замяли эту тему. Но я начал на эту тему размышлять о том, что, вы знаете, Божье Царство – это не какая-то территория. Библия говорит о том, что Божье Царство – это не пища и пятие, это мир, радость и праведность во Святом Духе. Это состояние. Божье Царство, оно везде, на самом деле. Где сердце открылось для Иисуса Христа, там уже Царство Бога. Оно входит в твое сердце, и оно везде, на самом деле. И вы знаете, когда мы уезжали, одна сестра мне проговорила, в Болгарии – это было пророчество, которое приняло свое сердце и хранило, и сохранило по сей день, и я поверил в это. Говорит, в Болгарии вы станете пастором интеллектуальной церкви. И для меня это было поначалу непонятно. И она объяснила немножко, потому что в Казахстане вас, как правило, почти никто не понимает. Что вы говорите, вообще ничего не понимает. Ваша речь, она слишком сложная. Вы используете какие-то терминологии. Но в Болгарии у вас будет интеллектуальная церковь, и будут приходить очень интеллигентные люди, которые будут понимать. Те, которые будут понимать, они будут расти, они будут меняться, они будут счастливыми, богатыми и успешными людьми. Я принял это откровение, я на нем тоже стою, это одна из частей моих видений. Я хотел бы провозгласить этот год, что этот год будет у нас годом мощного какого-то прорыва во всех отношениях. В отношении здоровья, в отношении финансов, в отношении какого-то благословения, в отношении какого-то духовного прорыва. Когда мы вернулись из Мальдивов и приземлились в Софию, кстати, слава Богу за молитвы, приземлились в этот раз благополучно, мягко, очень мягко, и Бог мне показывает сон. Мы ночевали у нашей дочери, у Анечки, и Бог мне показывает, как в Варне началось пробуждение. И вы знаете, это было настолько радостно для меня, это так восхитило меня, потому что я видел, как Бог начал делать какие-то сверхъестественные такие, исцеление, освобождение, люди начали приходить толпами. И вы знаете, церковь начала наполняться. И я, вот оно, вот в этом году я просто верю, я знаю о том, что это будет год пробуждения, это будет год, когда у многих людей через нашу телепередачу, через наше служение, видео служение, откроются просто духовные глаза, мозги включатся, и вы знаете, когда я прочитал эту книгу, я прочитал ее только недавно, этот сон я увидел до того, как я прочитал книгу, в принципе, дочитал эту книгу я сегодня уже ночью. И я для себя так открываю, о том, что в Болгарии, в Варне начнется мощное пробуждение, но в принципе, вот мне сейчас дали такое оружие, я бы сказал, это не нейтронное оружие, это нейронное оружие, которое будет менять мозги людей, и моя задача сегодня адаптировать эту книгу, которая написана в сложной медицинской терминологии, не все и всем понятно, мне эта терминология абсолютно понятна, то есть она пишет на моем языке, но моя задача адаптировать эту книгу и отдать ее вам, в таком виде, что на самом деле, просто я хочу сказать о том, что ваши мозги, они очень круто изменятся, потому что мои мозги уже изменились, какой поп, такой приход, есть такая поговорка о том, что если пастырь миллионер, то вам как минимум надо тоже стать миллионерами, если пастырь владеет какими-то знаниями, то это все передается, это все как помазание, оно просто передается, и я бы хотел вас призвать к тому, чтобы вы старались не пропускать служение, потому что будет очень интересно, очень интересные знания, очень интересные факты, и самое главное, это все пропитано Духом Святым, и эта книга, как ее в конце называют, это книга «Откровение», что мне больше всего понравилось, потому что автор делится своим свежим откровением, который вот, книга написана в 2017 году, она вышла небольшим тиражом, на территории СНГ, это учение, оно еще пока не распространено, моя задача адаптировать именно для территории СНГ, для территории стран бывшего Советского Союза, которые говорят на русском языке, и для которых вот эти знания, эти откровения станут понятными, и это изменит жизни миллионов людей, я в это искренне верю, слава нашему Богу, и поэтому я хотел бы попросить сегодня, запомните эту дату, 21 января 2018 года, это будет как стартовое, знаете, просто, что на самом деле в этом году, скажите себе так, у нас в церкви будут происходить невероятные какие-то чудеса, перемены, какая-то трансформация, мозги наши включатся на невероятную какую-то мощь, мы будем делать какие-то невероятные чудеса вместе с Господом, вместе с нашим Иисусом Христом, люди начнут наполнять, но вы знаете, на самом деле, я вот как-то для себя, я верю в то, что вот наша церковь вырастет, придет время, она станет большой, но я точно знаю, что в те времена мы будем с ностальгией вспоминать о той нашей маленькой церкви, домашней, когда нас было немного, но мы были как одна семья, у нас были такие близкие, сердечные взаимоотношения, и нам было вместе классно, и просто вот на самом деле, запомните вот этот период, потому что на самом деле он классный, мне очень хорошо с вами, мы вместе празднуем праздники, мы вместе встретили Рождество, Новый год, мы так веселились, как нам сказали, что даже с алкоголем так люди вообще не веселятся, как вы веселитесь во Святом Духе, это радость, это счастье, и мы хотели бы, чтобы эта закваска, она заквасила все тесто бывшего Советского Союза, и чтобы эта держава, да эти державы, которые раньше были погружены в атеизм, они стали поклонниками, живыми поклонниками в Духе, поклонниками нашего Господа Иисуса Христа, поклонниками Бога. Мне нравится одна мысль, которую пишет Каролайн Лив в своей книге, она пишет о том, что научные открытия, открытия в науке являются одним из мощнейших видов поклонения живому Богу. Вот эта мысль, она мне очень понравилась. Очень редко можно встретить сегодня ученого, который так глубоко верит Богу, и который раскрывает такие истины, и тем более подтверждает это фактами, какими-то оплёными, такими научными подтверждениями. То есть заложена научная база, и всем вот этим я собираюсь делиться с вами на протяжении нескольких месяцев, может быть, всего этого года, но это повлияет на ваши жизни, это повлияет на ваши судьбы, вы не останетесь прежними. Это я вам обещаю во имя нашего Господа Иисуса Христа, потому что меня это уже очень хорошо так, ну как, трансформировало. Начало пошло. Давайте мы вместе встанем, помолимся об этом нашему Господу, Аллилуйя. Господь, мы проволошаем этот год, годом духовного прорыва. Это будет переход, Господь Иоточ. Как ты когда-то, Бог вывел, израильский народ из египтского рабства, Господь Иоточе, выведи нас из какого-либо плена рабства, Господь Иоточе, нашего мышления, каких-то сатанистских твердынь, каких-то религиозных твердынь. Пусть это просто все будет разрушено, Господь Иоточе, и выведено из нашей жизни все то, что мешает, Господь Иоточе. Аллилуйя, Отец. Старая закваска. Пусть она будет разрушена и выведена, Господь Иоточе, из нашей жизни. Вложи в нас, Господь Иоточе. Аллилуйя, Отец. Новую закваску, закваску Святого Духа, Господь Иоточе. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя, потому что Ты так обещал, измени нас полностью и целиком, потому что Ты так говоришь, что, Господь Отче, мы постоянно обновляемся в Тебе, в познании нашего Господа Иисуса Христа, обновляемся в юности, Господь Отче, обновляется сила наша, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, мы полетим, как орлы, Господь Отче, Аллилуйя, Отец, Ты вознесешь нас на новые высоты, Господь, Аллилуйя, Отец, Сана, наши жизни, Господь Отче, будут меняться, Аллилуйя, Отец, Сана, в познании Тебя, мы не останемся прежними, Господь, Отче, и нам это понравится. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты нам уже дал жизнь, это жизнь с избытком, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, за то, что Ты уже садил нас успешными, Господь, Аллилуйя, Отец, потому что мы послушны Тебе, и мы желаем вводиться Духом Святым, и все вводимые Духом Святым, суть Сыны Божьей, Господь, Аллилуйя, Отец. Послушание для Тебя лучшая жертва, Господь, Лучший Господь, Аллилуйя, Отец, Тука Овнов. Послушание, Господь, Тебе, Господь, Отец, Асана. Это, Господь, приятное благоухание. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, Аллилуйя, Отец. Каждый раз, что Ты открываешь новое, Господь, Отец. Нам всегда интересно с Тобой, Иисус. Аллилуйя, Отец. Пусть этот год будет годом благословения. Аллилуйя, Отец, Асана, слава Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты поднимаешь нас в финансовом отношении. За то, что, Господь, Отец, Аллилуйя, Отец, этот год начался в наших жизнях с того, что мы выкупили очередное помещение для медицинского центра. У нас есть ясное четкое видение, Господь, Отец, что мы просто будем расширять сеть, Господь, Отец, Аллилуйя, Отец. Мы будем вкладывать инвестиции в Болгарию, в болгарскую нацию, для того, чтобы помогать людям быть счастливыми, здоровыми и успешными, Господь, Отец. В этом наше предназначение. Аллилуйя, Отец, Асана, слава Тебе. Я просто приглашаю, Господь, Отец, Асана, слава Тебе, что все те, которые будут ходить в эту церковь, церковь нашего Господа Иисуса Христа, в ближайшее время они переживут колоссальные перемены в своей жизни. Аллилуйя, Отец, Асана, слава Тебе. Они просто будут научены, как сохранять свое сердце в этой целостности, в здоровье, которое дает нам только Бог, всемогущий Бог. Как и написано, более всего хранимого, храни сердце свое, из которого источники жизни. Хвала Тебе, Господь, Отец. Да, нам, Господь, очень найти. Царствие Божие утвердится в нем. Все остальное, оно просто приложится нам. Во имя Иисуса Христа мы молились. Церковь Божия скажет. Аминь. Давайте ему прославим нашу Господу. Аминь. 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 Наш Бог, наш Бог, наш Бог и милости, наш Бог всемогущий, dalис. Аминь. У меня есть Бог живой. У меня есть Бог, сотворивший меня, похожим на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, он любит удивлять меня, он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, он любит и себя, он разрешает делать все, везде и всегда. Наш Бог, плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог плак, скажи ему. Наш Бог плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. У меня есть Бог, сотворивший меня, похожим на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, он любит удивлять меня, он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, он любит и тебя, он разрешает делать все, кроме греха. Наш Бог плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог плак. Наш Бог плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог плак и милости, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Творит, что хочет на небе и на земле. Творит, что хочет на небе и на земле. Творит, что хочет. Аллилуйя! Пусть Господь творит то, что хочет в наших жизнях. Аминь. Аллилуйя! Не умру я, но буду жить истинной твоей. В тесноте я возвал, ты услышал меня. Окружили и сильно толкули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истинной твоей. В тесноте я возвал, ты услышал меня. А окружили и сильно толкули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Огни с Божьей взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей приклюклю у тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Огни с Божьей взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей приклюклю у тебя. Я так люблю у тебя. Ты мой Господь. Мой Господь, моя сила, спасение мое. Отвори врат на правды, и к тебе я войду. В вас нам радость не буду, ставить имя твое. Поспеши же ко мне, и тебя я найду. Мой Господь, моя сила, спасение мое. Отвори врат на правды, и к тебе я войду. В вас нам радость не буду, ставить имя твое. Поспеши же ко мне, и тебя я найду. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Огни с Божьей взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей приклюклю у тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, он расстреляет себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя С каждой раны твоей Ведь люблю тебя Я так люблю тебя Скажи, не умру я, но буду жить Не умру я, но буду жить истиной твоей В тесноте я возвал, ты услышал меня Но Господь поддержал, он защита моя Не умру я, но буду жить истиной твоей В тесноте я возвал, ты услышал меня Агнец Божий взял мой грех, он расстреляет себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя С каждой раны твоей Ведь люблю тебя Вот кому принадлежит вся жизнь моя Агнец Божий взял мой грех, он расстреляет себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя Агнец Божий взял мой грех, он расстреляет себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя С каждой раны твоей Ведь люблю тебя Я так люблю тебя Аллилуйя Слава Богу, что Он умер за меня Аминь, аминь И Он был вознесен Знаете, Он был вознесен на крест Для того, чтобы сегодня я и ты мы не умерли Аллилуйя Он вознесся всего на три метра Деревянные крылья без ветра Разорвали притяжение земли И земля осталась в талии Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Это спит у Него за спиною Крепто сбитые злою рукою Мы подняли его на берег Выше звёзд, выше всех Выше всех Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Притяженье небес, как магнит Ты пленил нас делом разбитым Ты пленил нас неземною любовью Мы бежим, мы летим за тобою Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днём Наши горы тают, мы парили уже без усилия За спиной выросли крылья Слава Богу за то, что Он нас научил летать За то, что Он научил нас пребывать в Его потоке Аллилуйя Слава Богу за то, что Он научил летать Слава Богу за то, что Он научил летать Слава Богу за то, что Он научил летать И по нигде ближе Лёгся, лёгся, божий поток Здесь ты и сейчас Льётся, льётся Божий поток Здесь ты и сейчас В реке твоей оживаем В реке твоей оживаем В реке твоей оживаем В реке твоей оживаем Прививом мощным Всё внутри зальёт И сам свобода Тот поток свечёт На снах и море Парапасный вес А у нас всё ближе, ближе Льётся, льётся Божий поток Здесь ты и сейчас Льётся, льётся Божий поток Здесь ты и сейчас В реке твоей оживаем В реке твоей оживаем В реке твоей оживаем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...